Вы когда-нибудь слышали о пожирателе змей, проживающем на отвесных скалах Гималаев и Малого Тибета? О существе, которое прыгает на высоту до двух метров при весе в 100 килограмм и способное подняться на вершину горы за несколько минут. Многие называют его королем вершин, а его рога являются одними из самых крупных и странных по форме среди всех видов козлов на планете. Это животное, готовое бросить вызов самой гравитации. Ни крутизна сложных склонов, ни глубина ущелий не является препятствием для этого уникального животного. Вы на канале Дзикий Мир и сегодня мы отправляемся в мир винторогового козла, великолепного скалолаза, забывшего о страхе высоты, самого ловкого обитателя скалистых гор. Не забывайте оценить это видео и подписаться на канал. А мы уже начинаем! Своё название животное получило благодаря рогам, а точнее их причудливой форме, напоминающей спирали. Длина и форма рогов отличаются в зависимости от возраста и пола. У самцов они более крупные и длинные, зато самочки могут похвастаться более выразительными формами. У самцов длина достигает до 150 сантиметров, у самок намного короче, до 25 сантиметров. Второе название мархур животное получило от местного населения. Происходит оно от персидских слов «мар», «змея» и «хур», «поедающий». Сложно установить, чья бурная фантазия наделила винторогового козла такими качествами, ведь в действительности мархур является травоядным животным. Однако местные легенды, связанные с верованиями жителей Афганистана и Таджикистана, гласят, что винторогий козёл намеренно разыскивает змей и поедает их. Кроме того, они верили, что мясо этого животного способно нейтрализовать действие змеиного яда, а безуар, иногда обнаруженный в желудках козлов, может вытягивать яд из места укуса. А вот от пуштунских слов «мар» и «ахур» в переводе означают «змеиный рог». Несколько лингвистических лагерей отдают предпочтение последней теории, поскольку она, по-видимому, связана с формой рогов животного. Кстати, в Пакистане мархур является национальным символом, а его изображение внесено на ливрею местных авиалиний. Мархур — это довольно крупное животное. Он достигает 180 сантиметров в длину и может иметь вес до 100 килограммов. Кроме ветвистых оригинальных рогов, он имеет еще одну особенность — густую и длинную шерсть необычного окраса. У самцов она черно-белая или седая и более длинная, у самок — рыжая и более короткая. Винтороги и козлы находятся в родстве с горными баранами. Дальними родственными связями представлены серны, снежные козы и горалы. Предком одомашненных коз является под вид дикого безарового козла. Мархур — это не только ловкое, но и очень выносливое животное. Многолетнее проживание в горах приспособило их к переменчивому климату. Эти животные хорошо себя чувствуют в летнюю жару и в снежную холодную зиму. Горный климат доставляет мархуру мало хлопот, однако ему приходится быть готовым к нападению других животных. Молодняк может стать жертвой аппетитов снежного барса, бурого медведя или гималайского волка. Уязвимость молодых детенышей приводит к высокому уровню смертности. 50% молодняка погибают в первый год жизни из-за окружающих хищников. По этой причине взрослые особи ведут себя довольно настороженно и, благодаря своей скорости и ловкости, готовы с легкостью убежать от опасного противника. Кроме Пакистана, популяцию животного можно встретить в Западных Гималаях, Малом Тибете, в Афганистане, Таджикистане и Индии. Эти животные предпочитают крутые и каменистые склоны на высоте от 600 до 3600 метров над уровнем моря. Весну и летом мархуры предпочитают проводить в горах среди обилия травы, молодой листвы и веток низкорослых кустарников, которые составляют основу их рациона. Крупные размеры винторогого козла помогают ему дотянуться к более высоким растениям, тем более что он отлично держит равновесие, становясь на задние ноги. Зеленые лакомства мархур запивает водой из горного ручья. На зиму животное опускается в долину, где выживает, питаясь ветками кустарников или листьями вечно зеленого дуба. Не отказывается оно и от такого лакомства, как желуди. При острой необходимости достать пищу винторогий козел может, забираясь на деревья высотой до 7-8 метров. Мархуры более активны с вечера до утра, когда нет сильной жары. В дневное время они предпочитают отдыхать в тенистой местности, переваривая поглощенную пищу. Но в холодное время года такая вольница недоступна. Животным приходится постоянно искать себе пропитание. Осенне-зимний период – это еще и время любви. В ходе брачного периода самцы устраивают ритуальные бои, поддевая друг друга рогами, пытаясь вывести противника из равновесия. Но до настоящего жестокого кровопролития доходит редко. Проигравшему сопернику приходится ретироваться, уступив свое место. Победителю достается сразу целый гарем, состоящий из нескольких самок. На период беременности и рождения детенышей самцы и самки живут стаей. В остальное время взрослые самцы предпочитают жить и питаться поодиночке. Обычно у самки мархура рождаются 2-3 детенышей, которые буквально с первых дней жизни крепко становятся на ноги. В стадо собираются самки вместе с молодняком, который учится обеспечивать себя пищей и другим премудростям выживания. Молодые козлики также принимают участие в своеобразных учебных боях. Половой зрелости животные достигают спустя 2-3 года, а к участию в борьбе за внимание противоположного пола допускаются с 4-летнего возраста. Продолжительность жизни мархура составляет 15-20 лет, но в дикой природе редко встречаются животные старше 12-16 лет. Как это обычно бывает, главным врагом мархура стал человек. Браконьеры охотятся на этих животных из-за красоты их рогов, в первую очередь жертвами становились половозрелые самцы. Отсутствие контроля за охотой над винторогими козлами в советском Таджикистане привело к значительному сокращению его популяции. Только после создания заповедника и запрета на охоту проблему удалось решить, и сейчас количество мархуров на территории этой страны начинает постепенно увеличиваться. Определенную опасность для винторогих козлов представляет также развитие овцеводства, поскольку мархурам приходится отступать в труднодоступные горные районы, где сложнее достать пропитание. Несмотря на большую опасность как со стороны людей, так и других животных, мархуры и дальше продолжают нарушать законы физики и хранить репутацию самого ловкого горного животного. В неволе они приживаются не очень хорошо, ведь даже самый лучший вольер с гористым рельефом не заменит настоящей свободы скал и лесов. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его, пишите в комментариях, возможно я что-то упустил, подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok